Пресс-конференция правительства вчера несколько отличалась от предыдущих, и дело даже не в том, что на ней из-за зарубежной поездки отсутствовала премьер-министр. Редко случается, когда в ходе пресс-конференции министры высказываются по поводу Таллина, а еще реже, когда один из министров позволяет себе критиковать столичные власти. Министр иностранных дел, руководитель партии СТ-200 Маргус Цахна, ни много ни мало обвинил власти Таллина в использовании методов итальянской забастовки в вопросе перехода на эстонский язык обучения. «Очевидно, что у руководства Таллина нет желания, чтобы переход был гладким. Ищутся различные отговорки, почему это сделать трудно. Жители Таллина же заинтересованы, чтобы переход был гладким, чтобы дети спокойно учились дальше, учителей хватало, а их используют в политических играх. Важно уже сегодня объяснить учителям и директорам, что реформа образования окончательно и необратима». Напомним, что Таллин добровольно взял на себя дополнительную ответственность и расходы на сумму в 9 миллионов евро, разработав подробный план помощи при переходе на эстонский язык обучения. Работает проект языковой мобильности для учителей, открыт Центр методических компетенций, регулярно проводятся встречи с директорами, педагогами и родителями. Вице-мэр Таллин, отвечающий за сферу образования Андрей Канте, предположил, что объяснений таких провокационных высказываний может быть два. Человеческий фактор, то есть министр попросту не в курсе, что делает Таллин в этом направлении, а второй – умышленная атака на город. У нас есть конкретная программа, и мы поддерживаем наших учителей, родителей и учащихся в этой нелегкой работе по переходу на эстонский язык обучения. Поэтому очень странно слушать такие высказывания от представителя партии, которая является носителем портфеля Министерства образования. Здесь, конечно, у меня возникает очень много вопросов, для чего господин министр это делает и какие цели преследует. Можно предположить, что достаточно резкие высказывания представителя партии СТ-200 объясняются крайне низкими рейтингами его партии. К тому же именно вчера разгорелся скандал с участием министра. Выяснилось, что делегацию ЦАХКНА в Индии сопровождал популярный блогер, которому были оплачены командировочные расходы в размере нескольких тысяч евро, причем из государственной казны со счета Министерства иностранных дел, которое и возглавляет ЦАХКНА. В свете этого скандала с министром тем более странно звучат его обвинения в адрес столичных властей. С целью разобщить эстонцев и русских у возглавляемого Кылвартом городского правительства полностью отсутствует интерес осуществить реформу образования. Скажу прямо, необходимо свернуть эту городскую праву. Я, как глава партии СТ-200, считаю, что в свете реформы образования все должны понять, что мы в одной лодке, что образование наше от этого только выиграет, и это не должно быть предметом политических игр. Перед тем, как продолжить тему реформы образования в рамках беседы с гостем в студии, мы расскажем об одной из особенных школ Таллина, которая отметила сегодня свой юбилей. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.